10 причин никогда не ложиться спать с мокрой головой Что может быть лучше после напряженного дня, чем горячая ванна? Она не просто способна сделать вас чище, она избавит вас от стресса и усталости, поможет расслабиться и крепко уснуть. Но, стремясь поскорее запрыгнуть в кроватку, после долгожданного душа мы зачастую забываем высушить волосы. Хорошо ли это? Давайте выясним вместе. Но сначала подпишитесь на наш канал и включите уведомления, чтобы всегда быть на яркой стороне жизни вместе с Эдми. Если вы лишь однажды забыли высушить волосы, вам не стоит волноваться. Это не принесет особого вреда. Но заводить привычку ложиться спать с мокрой головой нежелательно, учитывая все опасности, которые она за собой влечет. Простуда В далеком прошлом люди верили, что мокрая голова делает их беспомощными перед темными силами, приносящими болезни. Сегодня всем известно, что это лишь суеверие. Однако вы вполне реально можете проснуться с недомоганием, если ляжете спать с мокрой головой. Когда вы спите, температура тела падает. Мокрая голова еще больше охлаждает тело, так что любой сквознячок рядом с кроватью становится опасным. На следующее утро вы просыпаетесь с насморком и больным горлом, и никакие темные силы в этом не виноваты. Неприятные сюрпризы Некоторые из нас страдают от простуды на губах, которая, как правило, появляется в самый неподходящий момент, подтверждая в очередной раз несправедливость жизни. Простуда не только заставляет свою жертву переживать из-за внешности, она, к тому же, весьма заразна для окружающих. Сон с мокрой головой – как раз верный способ приобрести такую болячку. Волосяные фолликулы в опасности Вы ложитесь спать с мокрой головой. Вода постепенно испаряется с ваших волос, кожа головы охлаждается. Температура снижается, в результате чего фолликулы волос могут воспалиться. Это, в свою очередь, может закончиться для вас – выпадением волос, раздражением кожи, зудом и болезненными ощущениями. Мокрые волосы – причина головной боли. Да, между этими явлениями есть взаимосвязь. Сон с мокрой головой может стать причиной мигрени. Есть две фазы сна – фаза медленного сна и фаза быстрого сна. Во время медленного сна температура тела падает. Во время следующей фазы – так называемой фаза сновидений – температура тела, наоборот, увеличивается. Представьте, что во время второй фазы ваши мокрые волосы охлаждают разгоряченное тело. Так возникает мигрень. Спазмы и боль в шее. Есть еще одна неприятность, с которой вы рискуете столкнуться, если будете ложиться спать с непросушенной головой. Если вы спите на боку, часть головы, лежащая на подушке, греется, а другая охлаждается. Это происходит потому, что температура воздуха в комнате, как правило, ниже температуры вашего тела. Неравномерный обогрев мышц приводит к спазмам, так что вы легко можете проснуться с болью в шее. Любой согласится, что забота о здоровье крайне важна, однако забота о внешнем виде играет не менее важную роль для многих из нас. Угри. Снова они. Как часто вам приходилось бороться с угрями? Пожалуй, в мире вряд ли можно встретить человека, который хотя бы раз не сталкивался с этой неприятной проблемой. Угри – результат жизнедеятельности подкожных клещей, угревой железницы. Эти мелкие клещи обитают в вашей коже и луковицах волос. Не стоит, однако, пугаться. Обычно угревые железницы неактивны. Проблемы возникают, когда они начинают размножаться. А размножение происходит, когда эти коварные создания попадают в сырое и теплое место. В этом смысле кожа под вашими мокрыми волосами – просто идеальное место для них. Стоит, однако, отметить, что на возникновение угрей влияют и другие факторы, например, проблемы с иммунитетом и гормональные сбои. Ненавистная перхоть. Большинство людей не выносят эти белые хлопья, которые бесконечно сыплются с головы. То, что причиной этому сон с мокрыми волосами мало кому приходит в голову. Люди покупают дорогие шампуни и специальные маски, а затем недоумевают, почему ничего не помогает им избавиться от снегопада. Перхоть, как утверждают трихологи. Результат деятельности грибка – малосезия фурфур, который обитает на коже головы. Снова испугались? Не стоило. Проблема, опять же, возникает только тогда, когда организмы начинают размножаться. Это происходит только во влажной среде. А отправляясь спать с мокрой головой, вы как раз способствуете этому. Как вы уже поняли, так делать не стоит. Почувствовав тепло и влагу, грибок начинает размножаться, захватывая территорию. Здесь любой шампунь будет бессилен. Слабые волосы. Мокрые волосы слабее сухих. Дело в их многослойной структуре. Внешний слой – кутикула. Защищает волосы и удерживает влагу. Обычно кутикула гладкая и закрытая, но во время мытья она поднимается. Поднятая кутикула делает волосы более податливыми и хрупкими. В мокром состоянии они более ломкие. Если их натянуть, что часто случается во сне, волосы легко могут сломаться. То же самое касается и фолликулов. Мокрыми их очень легко повредить. Опытные парикмахеры не рекомендуют спать с невысушенной головой, если вы хотите, чтобы волосы выглядели роскошно. Утренний кошмар. Каждый желает прекрасно выглядеть по утрам. Если вам доводилось спать с мокрой головой, вы способны представить, насколько ужасный вид имеет ваша прическа на утро. К тому же вы вполне рискуете опоздать на работу, так как вам придется потратить массу времени в попытках подчинить себе волосы при помощи расчески. Студенты считают, что умыть голову перед экзаменом – плохая примета. Эта примета основана на предположении о том, что знания аккумулируются в волосах. В процессе мытья вы можете случайно лишиться их. Скорее всего, эту легенду придумали, чтобы студенты не ложились спать с мокрыми волосами, а затем не пугали экзаменаторов ужасным беспорядком на голове. Наконец, существует еще одна причина не спать с мокрой головой – опасные паразиты. Отправляясь спать сразу после душа, вы рискуете пропитать подушку влагой с мокрых волос. Ваша шевелюра высохнет быстро, а вот подушка останется мокрой на всю ночь. Если вы постоянно моете непосредственно перед сном, у вашей бедной подушки просто нет шансов окончательно высохнуть. Она всегда будет слегка влажной. Тепло и влага внутри подушки – прекрасное сочетание, которое будет способствовать размножению грибка и бактерий. Последние размножаются очень быстро. Совсем скоро вы начнете вдыхать их споры. У вас могут начаться аллергические реакции, такие как кашель, раздражение глаз. Это даже может привести к бронхиальной астме. Кому такое понравится? К тому же влага внутри подушки гарантированно принесет с собой неприятный запах. Нет времени сушить волосы перед сном? Порой вы так сильно устаете, что у вас просто не хватает на это сил. Вы тем самым усложняете себе жизнь. Но вот несколько советов, способных сократить вред от мокрых волос. Сразу после мытья тщательно, но аккуратно протрите волосы мягким полотенцем, чтобы удалить большую часть влаги. Положите плотное полотенце на подушку. Оно будет впитывать влагу с волос всю ночь. Используйте наволочки из сатина. Сатин мягче других тканей. Вероятность поломки волос уменьшится. Берегите себя. Убедитесь, что в комнате нет сквозняков. Друзья, а у вас есть секреты, которые ежедневно помогают вам во время утренних процедур? Расскажите о них в комментариях. Поставьте лайк этому видео и отправьте его друзьям. Подписывайтесь на Эдми, чтобы всегда быть на яркой стороне жизни.